Армас из Казахстан, Сазельменберге, Ермек Нарамбай. У нас в гостях Мирас Нурмухамбетов, Алмата. И мы сегодня поговорим о событиях вчерашнего дня, связанных с Белоруссией, где официальные органы Лукашенко, Государственное информационное агентство, не скрывая ничего, показали о том, что в Белоруссии, скажем так, орудуют 200 боевиков из России. Понятное дело, что это привет от Путина. Задержано 33 боевика, 32 боевика в каком-то гостинице, в санатории, и один человек на юге Белоруссии, видимо, где-то у родственников говорят. Значит, и Мирас Нурмухамбетов сегодня опубликовал, вчера опубликовал интересный материал, который говорит о том, что как минимум один из этих боевиков имеет связь с Актау, с Казахстаном, и насколько, в принципе, эта история может иметь значение для Казахстана, в частности, в свете вопроса о Северном Казахстане, где, наверное, интересы ФСБ давным-давно засвечены, и что это может означать вообще в ближайшее время для Белоруссии и дальше для Казахстана. Мирас Салем. Салам алейкум всем. Приветствую. Ну как, давай сначала разберем, что это для Белоруссии. Конечно, это кое-то интересно, но я как посмотрел, это почему-то для нашего общества то, что происходит в Белоруссии, больше интересно в точке зрения митингов. Да, вот как они там пару лет назад были там по закону о труде, там выходили в тунеястах, еще что-то. А так мало интересуется, потому что я брал интервью с одним из белорусских оппозиционеров, посмотрел, что это особого интереса, по крайней мере, фейсбукчане не проявили. Поэтому не стоит слишком думать, что Лукашенко такой молодец, что все это, он такой, все честно начал рассказывать. Ничего Лукашенко честно рассказывать не будет. Ну, во всяком случае, ему нужна только власть. Нет, вот просто, да, да, вот мне говорили, что там то крысу подбросили, да, в 2006 году на выборах, якобы подбросили такой теракт, в 2010, да, нашли дымовые шашки у одного в автобусе, агентационном автобусе, у одного из кандидатов, там вообще в 2010 году, там из 11, 8, что ли, привлекли, из 11 кандидатов, 8, что ли, не помню так, 7 привлекли к ответственности. То есть это, надо исходить, что это предвыборные игры Лукашенко. Что это, это потом надо разбираться. И пока я сейчас не забыл, хотел бы просто, это я сегодня только утром понял, когда появилась, уже я статью эксклюзив написал, и вдогонку пришлось дописывать, потому что появилась информация, что о вводе войск. Кто-то помнит, кто-то не помнит, в 2005 году выборы были 4 декабря, президентские у нас, и буквально 2 декабря стали, 1-2 декабря через Сергея Дуванова пустили якобы слух, что какие-то боевики готовятся. Они готовились в этом, в горах, на базах, потом спустятся, хотят будет этот. Стали через равные каналы распускать слухи, через барахолку, через, я тогда пробивал, это работала прокуратура и МВД, о том, что слухи, что расстреляли газель рядом с этом, с Айхатом подожгли, Адем, что толпа этих националистов идет по Жарокуло. И, как следствие, 4 декабря город вымер, Алматы. Многие вывезли своих детей. Арнат Баршин. Город опустел, и многие проголосовали за стабильность. Просто из чехтого страха. Да. Какой год был? 2005 год президентские выборы. Это с участием Жармахан Тойбая? Да, да, да. И все, и... Миранский, я понимаю, смотри, но... Нет, это то же самое практически. Что ввели войска, навели страху, я не знаю, договорились они или не договорились. Это первое. То есть, в том, что один из смыслов того, что происходит, это повод ввести войска в Минск, в большие города. Я согласен. И просто какая-то часть выйдет на протест. А вторая часть, которая, может быть, думала выйти на протест, сегодня уже собиралась выйти на протест. 9, может быть, или 10 августа. Она сейчас уже будет думать. И, скорее всего, уже не выйдет. Подожди, вопрос такой. Смотри, одно дело, когда там команда Назарбаева говорит о мифических боевиках и как-то пытается это все сделать правдоподобным, но не обозначает внешнего куратора этих боевиков, а тут четко, ясно обозначено, что это Путин. Это Кремль, это Россия, это ЧВК Вагнера, российская, которая всегда является мобильным приложением к Министерству обороны Российской Федерации. Стоп, я сейчас хочу тебе сказать, что это осложняет явно отношения с Россией раз. Это обострение. Вот я просто пример приведу. Очень часто страны друг у друга проводят какие-то разведывательные мероприятия, и контрразведка, когда находит какого-то разведчика, она его тихо цапает и тихо, без какой-либо публичности, без скандальности, отбиляет его персоной нон-грата. А тут-то явно это сделано именно с обозначением, что это Россия, это обострение с Россией и с Путиным, это отразится на будущих отношениях с Россией, но и самое главное, это резкое обострение настороженности массового отношения беларусов как народа, как населения к России уже не как к союзнику, как к самому верному, значит, другу и так далее, брату, а это же вбрасывание яда во взаимоотношения вот между двумя народами и между двумя странами. Я понимаю, что есть сегодня первичная цель для Лукашенко надо как-то нейтрализовать митинги, надо как-то их уменьшить по численности, надо как-то уменьшить электорат, надо как-то перетянуть на свою сторону, но когда я взвешиваю две вещи, что-то мне не кажется, что это за этим просто идет игра по митингам. Вот смотри, два факта. Первый факт, по крайней мере, со слов беларусской оппозиции, в том числе и в Ивнании, так грубо говоря, за Путина в Беларуси проголосовало больше людей, чем за Лукашенко. Вот такой факт, да? То, что он как рейтинги показывает, что он там 72% себе нарисовал, сейчас его называют гражданин 3%, но это может быть слишком утрированно. Поэтому отсюда второй факт, что ему делать уже нечего. Уже другого не остается. И другое, это Лукашенко всегда пользовался этими, такой, там, собачился или выпендривался, да? То, что вот он такой независимый, может ОРТ отключить, да? Или там что-то вякнуть. Но никогда этого ничего, в практический смысл не входило. Это просто бла-бла-бла. Во-первых. Во-вторых, ОРТ, он отключал только те каналы, где плохо говорили о нем. Именно не те каналы, те передачи. Там это просто было, тоже как у нас есть ОРТ Евразии. Точечно. Не понял. Это делалось точечно. Да, точно. Вот канал, они знают, проверяют, что скажут, как там программа-то вышла, когда он начал выпендриваться. И все. И самое не то, что главное, а есть аспект. Когда... Сейчас примеров не могу привести. Когда два типа договариваются, да? Украинский мультфильм «Жил бы у пёс», да? Помнишь? Пёс договаривается с этим, с волком, что волк украдет, и ребенка этот его спасает. Все. Два режима, два диктатора. Я с тобой согласен. Есть такая версия. Но, с другой стороны, зачем Путину против себя настраивать население ради того, чтобы помочь выиграть выборы Лукашенко? Не настраивает им пофигу население. А я не думаю, что... И тут еще, знаешь, здесь еще... Не совсем логично. Ну, не... Конечно. Ну, мы вообще сейчас... О наших, да, баранах хотим поговорить? Ну, еще один факт. Это, видишь, сейчас мне только в голову приходит, что это может быть еще и Лукашенко сейчас чуть-чуть хочет заработать очки перед Западом, да? Ага. Ани, да, они признают, что он диктатор, но они начали Помпео перед тем, как к нам прилететь и туда заехал, да? Какие-то санкции с ней снимаются с него. Они понимают, да, Запад, Европа понимают, что он диктатор, но чуть-чуть старается ослабить, и поэтому сейчас это еще и коврижка для Евросоюза и Госдепа. В том, что вот он такой смелый. И третий, это не Путин. ЧВК официально это не Путин. Вагнер это не Путин. Это не Министерство обороны. Официально это даже не Пригожин, да, который спонсор... Да, я думаю, что внутри России ничего не делается такого характера без Путина. Ну, не может появиться ЧВК либо аппозиционного характера, либо ЧВК неподчиненный, неподконтрольный Минобороны. Все знают, что это Вагнер, это Пригожин, что это Министерство обороны, что Путин этого награждал, да, Уткина. Все это знают, это фотографии есть. Все понимают, что есть уголовная статья в России, наемничество, да, но почему-то частные структуры туда не попадают, а Госдума и Министерство иностранных дел России проводят законодательство, чтобы узаконить ЧВК. Ну, это фактически идет речь о создании, ну, ГРУ-2 там, условно говоря, да, там, или спецназ ГРУ-2. Ну, сейчас тебе, наверное, легче привести какие-то примеры международной практики, да, и ЦРУ в свое время такие были, да, которые там в Никарагулу воевали, да, в том же Гондурасе, да, или где там эти... Контраст, да, финансировался. Да, Контраст, да, вот эти. Поэтому здесь этот... Говорит, что это там Путин, да, вот, конечно, это Путин, но официально не Путин, понимаешь? Ну, да, понятно. Вопрос такой, смотри, Мирас, вот ты интересную информацию накапал по октаву, что это, как это, как ты вообще, в принципе, шаг за шагом провел вот это мини-расследование? Не, ну, это, честно говоря, делается просто, тыкаешь фамилию, гуглишь. Ты, получается, прогуглил все 33 фамилии? Нет, нет, я посмотрел, но посмотрел там, как в одном фильме говорилось, да, русский неинтересно, у них одинаковые фамилии, одинаковые имена, да, там, когда даже по имени и отчеству фамилии одного наберешь, даже один год рождения, тебе несколько тысяч вариантов выходят, да? Я там татарина одного поэтовал, ну, там особо ничего не вышло, в основном выходила вот эта ссылка на уже, на Биосад и на другие издания, которые этот список опубликовали. Потом вот это сделал, и бац, стали выходить, ну, вот именно вот эти бухгалтерские дела, потому что, может быть, я не знаю, Google у меня так настроен, потому что, когда я начинаю пробивать тех или иных лиц, чиновников наших, да, аффилированность компаниям, еще что-то, да, вот просто это небольшое расследование, в основном эти вот в бухгалтерию выходит какая-то информация о налогообложении, есть ли какие-то, какие у них обороты, да, и вот он выходит, среди них вышла наш казахстанский сайт, и вот этот Аспи, Каспий, там медиа какой-то, ООО, и потом пробил этот, то есть логические задачи здесь просто, ну, на минут 40, может быть, по этот, поискать, погуглить, и, честно говоря, просто я на две страницы гуглил, дальше не стал. Ну, каким выводом ты пришел? Какая информация, получается, накапалась? Ну, здесь ведь... Он вообще гражданин Казахстана, или он просто резидент был в Актау? Нет, это филиал какой-то компании находится в Актау. Не знаю, там какой-то квартир... А, филиал российской компании? Филиал какого-то ОООО, вот это, да, который зарегистрировано в Афтахане, большой спектр услуг, там и полиографии, там и компьютерные носители, еще что-то там. Ну, там вот что-то там с долей государственного участия, ну, я не знаю, этот... Бухгалтерам, наверное, вопрос, может, даже к российским бухгалтерам, что это значит. Это, может быть, и ничего не значит, а может быть и значит, что какую-то часть финансирования он получает или участвует в госзакупках, что-то подобное, да? Ну, как я посмотрел, он действительно человек разносторонний, есть... Не знаю, как он давал... О чем он давал интервью РЕН-ТВ, но это, видимо, пораньше было, может быть, лет 10-15 назад, помоложе был. Вот в соавторстве с казахским поэтом-писателем написал книгу, при спонсорстве, спонсором был потомок Бекет Ата, очень почитаемый. Как звали этого казахского писателя, который с ним в соавторстве был? Ой, я не помню, у меня вот ссылки там есть, там и писатели есть. А ты мог бы прямо сейчас вот зайти в ссылки, вот давай мы это все вытащим в этом видео. И пока параллельно называй его фамилию этого боевика, как его зовут по списку? Танов Рафик Кабулович. Танов Рафик Кабулович, но интересно, на сайте этот Игорь Гуськов такой есть, это генерал-майор ГРУ в отставке, он назвал его Радимиром, что ли, что такое, и сказал, что он является санинструктором. ГРУ России? СБУ Украины. А, СБУ Украины. Игорь Гуськов, да, он назвал его номер, я тоже потом этот... Ну, я вот твой статью опубликую вот под этим видео, чтобы все поняли, о чем мы вообще ведем речь. Ну, да, просто статья это в Фейсбуке есть, а есть статья в эксклюзиве, которую ты в эксклюзиве не видел, я более рассердно читал. Нет, а в верхняя версия где? Более полная версия расследования в эксклюзиве вышла? В эксклюзиве, да, я с утра кое-что добавил, сделал кое-какие выводы. Ну, давай, открой и попробуй озвучить. Единый путь... А, нет, это не казахстанский сайт, но... Пока открывается... А, ну, сейчас она откроется. Ну, там видео, видос. Путь казахского рода, 13 июля 18 года. Ну, какой-то этот... Бейст двухгалтер. Вообще, в принципе, пока открывается, Мирас, ты мог бы сказать, вообще, чувака Вагнера, получается, могут попадать активно люди не только славянской национальности, не только татары, там, башкиры, но и казахи, и граждане, может быть, даже других республик, которые честно работают с Россией. Да, легко. На Донбассе бурят и воевали же, правда, не через Вагнера, но, насколько я знаю, сам, саму группу, да, идет отбор такой, и тоже, в том числе, идеологический, там проходят через детектор лжи даже бойцы, но там действительно должна быть какая-то идеологическая подготовка. То есть, мозги, как Нурл говорит, должны быть ватными, да? То есть, они чисто пророссийского такого мышления, да? Обязательно? Про имперство? Ну, да, все, русский мир, мы лучшие, Путин наш, царь и бог, ну, это, я думаю, обязательно, потому что отборный СС, не знаю, вообще, скорее всего, точно так же в санаториях отдыхала в Крыму тоже группа ЧВК Вагнера, ГРУ, перед событиями 22 февраля 2014 года, да ведь? Получается? Не возможно, потому что, смотри, я там в их людей упомянул такого, ты помнишь, нет, Арман Досанов, это типок из, зеленых человечек, человечек, да, когда в Крым они вошли, там, он, он со своего этого, рюкзака, ранца, или как он называет военных, да, из бирки не снял, по-солдатски она такая пришита и там написано, уже точно не помню, да, мы в эксклюзиве там точно переписал, Арман Досанов делаешь ГРУ, найдешь его легко, а что у него было на бирке, на бирке, на бирке, на ранце было, ну, как пишут, солдат такой-то, такой-то, гвардия, рядовой, Досанов, это, и там какие-то инициалы, да, и поэтому бац, люди пробили, нашли его аккаунт, ВКонтакте, по-моему, да, аккаунт, и там он написал, что вот 23 февраля 14-го года, и написал, что он теперь я в ГРУ, а теперь спецназ в ГРУ, то есть до этого он в каких-то тоже таких собаках служил, я вот, когда вот это начиналось, мы Адам Болт делали, и я тоже начал копать его, и накопал, я уже не помню в какой соцсети, то ли в Инстаграме, то ли в том же ВКонтакте, он в июне или в июле 2013-го года, то есть за несколько месяцев до Майдана, пишет из Киева, ребята, где здесь найти хорошего автоматолога, все, вот одна запись, до этого этот, ну, там не написано, что из Киева, ну, понятно, если ты находишься в каком-то городе, у тебя заболел зуб, ты не будешь писать, где там, я нахожусь в Алматы, где в Оренбурге автоматолог, да, хороший, то есть он сидел, я вот сейчас так не могу вспомнить, я тогда подумал, что это было связано с приемлем Путина, вот по срокам не помню, тогда Путин посещал еще при Янеке, да, Украину, вот я не помню, по датам это совмещено было или не совмещено, но дело в том, что он официально еще тогда не был, не служил в ГРУ, в Писназе ГРУ, да, ну, тоже в каких-то войсках под Тольятти они нам были. если он уже выполнял предварительное задание в Киеве, он вполне мог выполнять задание. Легко, легко. Так вот, получается, смотри, исходя из этих событий в Крыму, в Донбассе и в Белоруссии, ты можешь, как бы, гарантировать, что такое уже несколько лет не происходит у нас в Казахстане, в Астане, в Северном Казахстане, там, в Уральске, в Кустанае, в Ускаменогорске. Я тебе больше скажу, такое происходит у нас. Такое происходит у нас, что и не обязательно с этим зеленым человечеком. Здесь несколько направлений, да, сколько вот там, Арман Шураев, да, вот эти наклейки были, да, на машинах, да, я сам какие-то видел наклейки, так и не мог дождаться этого человека. Не помню уже, честно говоря, ну, это уже лет шесть назад было. Наклейка типа чего? Ну, наклейки там, вежливые люди, наклейки, да, еще что-то там, они стирали, потом извинялись, сколько вот эти щеглы там в этом, в Павлодаре, по-моему, да, с этими донбасскими флагами, махали и тоже потом извинялись, да, нафиг извинения. То есть, есть вербовка среди местного населения, да, очень легко, да, называется там, как там, то ли они белые брасли, то ли еще что-то называют, да, не секрет, что пройдись по секциям рукопашного боя, ну, сейчас не пройдешься, закрыты, да, там, многие из них не берут, берут только славян. Пройдись по, я все никак не могу дойти, пройдись по... Именно в северных городах? Везде, причем в северных. Нет, ты вот, у тебя зациклено на северных городах? Ты хочешь сказать, что такое есть и в Алма-Ате? Есть. А ты чего? Ты посмотри, кто держит военторги. Ну, ты просто не обращал внимания, да? Хорошо, а военторги покупал в Алма-Ате, когда-нибудь, военные брюки покупал? Это интересная ситуация. Кто держит военторги в Казахстане? Ну, мне сказали, что на 99% не казахи. Ты знаешь, вот, ты слышал, да, которую я опубликовывал информацию, говорил о ней, значит, на меня вышли офицеры министерства обороны, они когда-то изучали вопрос по территориальным бригадам, и с этим они отправили запрос в МВД, который курирует разрешительную систему по выдаче лицензии там, по охотничьим ружьям и так далее, гладкоствольное, нарезное. вот, они запросили информацию по пяти областям. Западно-казахстанская, Уральская, Кустанайская, Павлодарская, Северо-казахстанская, Восточно-казахстанская. Вот самые пять таких, ну, жирных областей в этом плане. Значит, ответ такой, 95 тысяч точка 800, по-моему, 96, что ли, я помню, что же знаю, публикован. 96 тысяч 800 винтовок на руках, и по национальному составу это европейцы. Плюс активность раскупа вот этих массовых покупок оружия произошло после 14-го года. Особенно 15-16-е года. Помнишь, да, вот тогда еще вот где-то тоже прошла информация, Соловей там в Москве озвучивал, что вот в 14-м или 15-м году в Кремле произошел жесткий разговор Путина с Назарбаевым, где тот ему напомнил, что Северный Казахстан это русская земля. И в прединфарктном состоянии там Назарбаев, я не склонен доверять такой информации, потому что необязательно это делается там, так. Ну, во всяком случае, вот эту информацию Соловей рассказал, так вот, вообще, в принципе, насколько, в принципе, вот этой информации насчет того, что вот 96 тысяч единиц охотничьего оружия находится только в пяти областях северных? Как я должен реагировать, забрать у них? Они, граждане, имеют права носить, иметь оружие. Но я тебе другой факт скажу, что не знаю по процентам, но подавляющая часть незарегистрированного оружия автоматического в том числе там чисто боевого, да, содержится держится на руках или где-то закопано не у славян. Это ближе к югу Казахстана, да? Ну, ты имеешь что, религиозные боевики? Ваххабиты ты имеешь что? Ну, они, ну, в смысле, как, по большей части они. Ты имеешь что, незарегистрированное закопанное оружие? Незарегистрированное закопанное оружие. Я вам сейчас опять не помню по цифрам, но там в тысячах идет количество калашниковых, я не помню, вы уже публиковали, которое ушло из Киргизии, да, в 10-м году. К Кыргызстане ушло и пропало. Ну, вообще, получается, угрозы есть с обеих сторон, а как ты думаешь, вообще, комитет национальной безопасности, кроме, значит, пальчицких репрессий на активистов, своими прямыми обязанностями, вот, по контрразведке, вообще, чем-то серьезно занимается? Или они занимаются? Я знаю, что занимаются, что есть там такие люди, и я тебе скажу, что мы сейчас чуть-чуть не этого, да, не стоит делить на паравлез угла, да, и по национальности на вопросе свой-чужой, да, тот же этот, вот этот Рафик Нуров показывает, да, или там этот, как его, твой тезка-то, Тачбеков, да, я, знаешь, не, да, когда тебя посадили, в 15-м написал, этот, на асфальте написал, свободу Ермеку, сфотографировал, мелом, да, они там, они там за своего приняли, короче, там, смотрю, там 30 чем-то репостов, оказывается, 28 из них, да, тачбековцы, короче, типа они, вот, по этому не стоит, да, я знаю, многие, и опять-таки, делятся, да, славяне, которые там, мягко говоря, не любят Путина, да, и сейчас как-то противопоставлять, готовиться к вот этому вооруженному противостоянию, слишком не стоит, по крайней мере, на этом акцентировать внимание, конечно, надо готовиться, быть готовым ко всему, иметь свои военторги, как говорил, на Донбассе, да, в Тони там, чуть ли не танки в этом военторге покупают. Ну, подожди, вот я тебе по-другому вопрос задам. Какая-то все-таки, ну, не знаю, там, я считаю, что особая проверка должна быть все-таки при выдаче даже частного охотничьего оружия, да, там, ну, грубо говоря, в норму, в законы можно было бы включить такой момент рекомендации КНБ. Но, с другой стороны, самое главное, я считаю, что главная рекомендация это знание казахского языка, знание государственного языка. у нас президент, от президента требуется, там, требуется от многих государственных служащих, почему бы такую норму не вести при выдаче оружия? Все-таки, это огнестрельное оружие, тем более, в сером Казахстане сопряженность с сепаратизмом, я думаю, что такая норма была бы целесообразна. Знаешь, я по этому вопросу всегда двоякое мнение, да, Кольтон лучший закон, во-первых, но с другой стороны, я вот в 90-х годах как-то видел фильм, да, американский фильм, не помню, как название, но состоял из трех частей. Везде герои афроамериканцы, три части, там разные сюжеты, там один сюжет, что тогда фантастически звучало, что президент Чернокозы, США, и тут прилетают инопланетяне, и говорят, мы вас кончим, всю Землю, если вы не отдадите нам людей с пигментацией кожи, больше такого, короче, то есть, получается, в основном, афроамериканцы, да, он сам афроамериканец, что-то такое, уже точно не помню, чем закончился, именно что, второй сюжет был, а, какая-то пара, да, афроамериканцы, ругаются, ругаются, мирят, собой просто, такой, ну, не гетто, как это называется, где, типа общаги, да, там, в этих, которых, в фильмах, они ругаются, мирятся, и тут, кто-то как этот, стук в дверь, и посыльный, посыльный, коробочкой, такой, длинной коробкой, цветами, дает, девушки, да, она там, обратно, это ты мне передал, а он такой посыльный уходит, такой исчезает, прям, в коридоре, они открывают, а там, винчестер, под этим, винчестер, под цветами, винчестер, и они что-то опять начинают, святываться, потом, какого-то, мелкого, начинают опять шориться, и тут, на свете, расстается выстрел, я уже не помню, кто кого стрельнул, тот, кого стрельнули, выпадывает из окна, этот дом, со стороны, большой дом, показывает, и там практически, из каждого окна, вот так, выпадывает, бац, бац, стреляет, то есть, ментальность, и не в обиду будет сказано, да, казахская ментальность, еще и не готова, к тому, что, владеть, огнестрельным оружием, еще, при этом, как-то, быть, выше, над теми, кто, к сожалению, не знает казахскую, хорошо, смотри, вот, тем не менее, опять-таки, выступаешь за ограничение, оружие для кого, для казахов, что ли? Я не выступаю за ограничение, я не говорю, что не стоит на данном этапе, говорить о вооружении, именно так, не, это очень идеально, хороший вариант, я тебе про автоматы, которые я говорю, за которые я ратую, да, по типу Швейцарии, я про них ничего не говорю, вот тут мы с тобой, как бы, сошлись, договорились, мы говорим сейчас про закон, который сегодня действует, и который разрешает практически любому человеку пойти в охотничий магазин, купить гладкоствольную или нарезную винтовку, это сегодня закон действует, и он неограниченный, я выступаю за некое ограничение, да, там, в том числе по языку, ты тоже за ограничение в связи с тем, что вот ты видел эффект, что каждый второй квартир внутри семьи стреляет. Я не в этом, я против твоего ограничения по языку, вообще продавать, поэтому, ну, не будет, не будет законного возможности приобретать оружие, будет незаконное, 6 марта, 4 марта, была предпринята, пресечена попытка, там, сколько-то Макаровых везти из России, вот, недавно, в мае или в июне, сами ФСБшники, я не помню, где-то в Челябинске, или где-то на Урале, пресекли попытку ввоза в Казахстан, вот этих, ну, со спиленными, как называется, имитационное оружие, да, или что-то такое, ну, которое, в принципе, нетрудно переделать боевое, да, оно может быть плохо... Газовое? А? Газовое? Нет, не газовое, там, я не помню, на занятых. Нет, вот он тоже, он со стороны, как Калашников, ну, как... Понятно, это называется гражданские автоматы, гражданские автоматы. Помню, да. Год назад такая же. У них, получается, смотри, у военных, магазины на 30, на 30 патронов, а у гражданских только на 10. Нет, 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 там вообще он без боевых, этот, со спиленным бойком, или что-то такое, я не помню. Нет, просто у автоматов есть возможность стрелять очередями, а у гражданских автоматов только одиночными, я про другое. одиночными выстрелами. Вот, помню, на НБП у нас были настоящие автоматы, да, но со спиленными бойками. Да, они как учебные идут. Так. Для спорки-сборки, но переделать их, в принципе, под стрельбу можно. Выглядит он как автомат. Хорошо, ладно. В этом году. Понял, а что ты предлагаешь в плане борьбы с сепаратизмом, вот в этом плане, что ты предлагаешь? Но ты узнал, что 96 тысяч винтовок на руках, почти 97 тысяч винтовок на руках в северных областях, раскуплено за последние три года. И как ты, министр внутренних дел, что ты будешь предлагать им, президенту? Надо создавать что-то, вот я до сих пор не изучил свое время, собираюсь, надо внести изменением закон не только о чрезвычайном положении, да, который у нас, как выяснилось, только на два рассчитанных случая, или когда со стороны кто-то нападет, или когда местная позиция взбунтуется, да, вот он 14-го года, этот закон, или какой, не помню, мы сейчас недавно его переделали, сейчас надо переделать закон о гражданской обороне. В принципе, хорошо его подшлифованный, он бы сейчас мог очень хорошо заработать в условиях карантина, если бы вместе с чрезвычайным положением включили этот закон, все бы заработало, заработали бы волонтеры, понимаешь, вот, ну, помнишь, да, что-то такое гражданская оборона, да, при случае химической атаки, например, да, при боевых частях, при сириях, этот закон более жизнеспособен, чем закон о чрезвычайном положении был. Так, так, ну хорошо, а какая связь? И поэтому, и в этот же закон внести создание, вот, как он назвал? Территориальной обороны? А? Территориальной обороны? Да, 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 да. Вот что такое... Так, он есть, он действует с 1 декабря 2016 года. Я знаю, что он есть. Территориальный закон о территориальной обороне. Вот к нему, вот с ним надо работать, а не то, что... Хорошо, как работать? По языку это слишком... Этот закон уже есть. Что ты предлагаешь добавить? Я не знаю, я не юрист. Я знаю, что нужно, что нужно... Какой смысл? Я, может быть, как юрист помогу тебе сформулировать. Ты просто примерно скажи, что ты хочешь добавить, какую идею, какое предложение? А, в 24 часа? Максимум, да? Чтобы в 24 часа собрать мужчину боеспособного возраста, выдать им оружие, чтобы у них были готовые командиры, у которых были готовые пакеты, которые нужно просто вскрыть и прочитать. Рации, средства коммуникации, настроенные не на российскую волну, как говорится, и не сделанные в России. Ну вот смотри, 1 декабря 2016 года, как раз по хронологии после Украины, после вот этих всех событий, связанных с возможным разговором Путина Назарбаева, Назарбаев подписывает закон 1 декабря 2016 года о создании в каждой области, у нас 17 регионов, в каждом регионе, бригады территориальной обороны. 3000 человек должны быть вооружены. Сегодня, 2020 год, я выясняю обстановку, бригада на бумаге есть, а склады, допустим, для Западной Казахстанской области, склады находятся в Атаре. То есть в Атаре и в Семиплатинске вот эти все территориальные, вернее, центральные склады, они до сих пор не рассредоточены по бригадам, по областям. Ну и в итоге война начнется, людей собрали, вооружить нечем, говорят, идите, езжайте в Атаре. Два месяца туда, два месяца обратно. Война закончится, к этому времени вооружитесь. Поэтому дело не в законах, а во власти, во власти Казахстана, во власти России. Пока в Кремле сидит Путин, как представитель генеральной мафии, о которой я говорил, опасность севера у нас не будет никогда и изнутри. Потому что эти действия людей и нормальная политика. Почему многие страдают по совку? Потому что в Советском Союзе было жить лучше, чем сейчас. Понимаешь? А хотя мы должны были сделать так, чтобы местные, изучая казахский язык, не изучая, да, сидели и говорили тетки из Воронежа, да вот я сегодня предложили работу за 2000 долларов, да я отказался, что-то маловато платит. Понимаешь? А вы куда поедете отдыхать? В Сочи? Тьфу, елки, че вы? Да я вот на прошлой неделе на Канаре съездил. Вот так? Вот мы вполне могли быть такой, жить страной. И тогда никакой русский мир, никакой путинизм, Крым наш не прокатил. И все. Понятно. Но это экономические реформы, проваленные Назарбаевым, и Тукаев до сих пор не может разобраться. Плюс еще коронавирус. Вот такая ситуация. Мирас, интересное было расследование. Я надеюсь, что ты все-таки займешься еще и другими частями этого списка. Потому что, мне кажется, там могут всплыть славяне, которые уроженцы северного Казахстана. Ты же знаешь, что ряд уроженцев воевали еще и на Донбассе. Даже с Караганды, с центрального Казахстана. Так что, если, думаю, прошерстить весь список, там, я думаю, каазахстанцы еще больше появятся. Ну, ты там со своей стороны с Украиной поближе, может быть. Там у них есть полный список. Ну, давай, я с ними тоже поговорю и так далее. Рахмет Саган за диалог, за информацию. Давай, пока. Захмет всем. Продолжение следует...